Многие жители региона уже планируют летний отдых. Всем, кто хочет поехать за границу, специалисты советуют заранее поинтересоваться, нет ли у них каких-либо непогашенных долгов перед государством, иначе отпуск может не состояться. Так только пограничники в этом году наложили запрет на загранпоездки 66 гражданам, имеющим различные задолженности. Среди невыездных, к примеру, оказался даже пилот одной из авиакомпаний. Людмила Кухарева продолжит тему. Ежегодно границу России, проходящую по Волгоградской области, пересекают около 300 тысяч человек. Через контрольно-пропускные пункты Паласовского района организовано взаимодействие с Казахстаном. Аэропорт Гумрак считается воздушной артерией, которая связывает наш регион со всем миром. Обеспечение законности, пересечение границы и борьба с контрабандой – одни из главных задач пограничников. Ежегодно Волгоградское погрануправление фиксирует около сотни таких нарушений, как правило, документального характера. Нарушение происходит с хозяйственными бытовыми целями. Забыл паспорт, обратился к родственнику, взял паспорт брата, сестры, матери, попытался пересечить государственные границы. В прошлом году у нас был случай, когда мама своей дочке посоветовала взять паспорт сестры. И мама же потом была привлечена к уголовной ответственности за такой поступок. В последнее время у пограничников появилась новая функция. В преддверии туристического сезона она особенно актуальна – ограничение выезда должников. В этом году отказ на поездку за рубеж уже получили 66 человек, втрое больше, чем в прошлом. Интересно, что среди невыездных оказались машинист, пассажирского поезда и авиапилот. Был такой серьезный случай, когда был отказан в выезде из Российской Федерации второму пилоту одной из авиакомпаний. Из-за этого пассажирам рейса пришлось ожидать в аэропорту более суток. Рейс был отложен, пока член экипажа, не был заменен экипаж полностью. Кстати, предупреждают пограничники, чтобы поездка не была испорчена, решить проблемы с долгами лучше заранее. Снятие временного ограничения на выезд из России – достаточно длительный процесс. Даже если задолженность будет погашена сразу, оформление разрешительных документов займет несколько недель. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба». Ахтуба «Ахтуба»